Ко всем бедам многострадального Донбасса уже восьмой год терзаемого войной добавилась еще одна. НАК «Нафтогаз» Украины объявил о начале ввода в эксплуатацию Светогорского месторождения природного газа, являющаяся частью так называемой Юзовской площадки, на которой добывать сланцевый газ американские и британские компании собирались еще до Майдана и государственного переворота 2014 года. Следует сразу поставить точки, над и, планы «Нафтогаза» не сулят ничего хорошего как жителям тех районов, где добыча уже начата, так и тем, где ее планируют развернуть в перспективе. Более того, совершенно непонятно, что же мы видим перед собой в данном случае, экономическую аферу Киева, его попытку таким образом переломить ситуацию на востоке страны или попросту стремление по максимуму осложнить жизнь мятежному региону. Одиссея Юзовской площадки Своё начало данная история, по своей длительности тянущая уже на полноценную эпопею, берет в кажущиеся сегодня былинными домайданные времена. Именно тогда, в мае 2012 года, Государственной службой геологии и недр Украины был проведен тендер, по результатам которого права на добычу сланцевого газа на территории так называемой Юзовской площадки, месторождения газоносных сланцев, раскинувшегося на территории Донецкой и Харьковской областей, получила компания Shell. При этом, что характерно, ее конкурентами выступали Exxon Mobil и TNK BP. Данная ситуация впоследствии породила немало конспирологических теорий, в соответствии с которыми американцы как раз и устроили в 2013-2014 году Майдан в отместку за это поражение. Либо по той причине, что развернувшийся к Москве Янукович собирался пересмотреть результаты конкурса и отдать месторождение российской ТНК, есть ли в этих версиях хоть капли истины, теперь уже никто не скажет. Ну, разве что способность Янке, ради приличных запасов углеводородов, устроить переворот или войну в любой точке мира и вправду сомнению не подлежит. А запас исландцевого газа, простирающегося почти на 8000 квадратных километров месторождения, по оценкам Газгеонедр, незалежный и вправду впечатляющий, от 2 до 4 триллионов кубометров. В свое время считалось, что оно вполне может давать до 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год. И все же, несмотря на это, разработка Юзовской площадки так и не была начата. Британцы с голландцами терпеливо ждали до конца 2014 года. Изначально они были полностью уверены в том, что Киеву удастся сломить защитников Донбасса и захватить его полностью. Однако после иловайского позора представители ExxonMobil открыто заговорили о том, что в условиях гражданской войны проект экономически нецелесообразен. В 2015 году, после Дебальцева и подписания Минска-2, они объявили о полном его прекращении. Компания ООО «Надра Юзовская», изначально игравшая лишь мелкую шакалью роль при британских и голландских львах, в созданном консорциуме ей принадлежал мизерный процент акций, и служить она должна была исключительно для перекачки денег в карманы украинских чиновников. А вот «Падиш ты» оказалась единственной наследницей, которой перешли все права на разработку юзовской платформы. Правда, вспомнили об этом уже после того, как правительство Украины прекратило отчаянные попытки сбагрить злополучное месторождение хоть кому-то из иностранцев. Сперва, в 2016 году, в этом качестве выступала некая компания «Иосгаз», с голландскими, вроде бы, корнями. Промаившись два года, ее представители привлекли в качестве инвестора в словацкую нефта A.S., входящую в состав холдинга F-групп. Правда, и у этих энтузиастов запала хватило до 2019 года, когда они также благоразумно смотали удочки из региона, где в любой момент снова могут вспыхнуть боевые действия. После этого, собственно, за дело и взялся Накнафтогаз, выкупивший ООН Адра-Юзовское, что называется, со всеми потрохами. Путь к владению богатствами месторождения оказался открыт и в холдинге заявили, что твердо намерены вложить в его разработку более 3,5 миллиардов гривен. Откуда возьмется такая сумма, пока непонятно, но ведь на Украине главное пообещать. Во всяком случае, в январе нынешнего года Нафтогаз даже отчитался о том, что в систему магистральных газопроводов Незалежной якобы начало поступать голубое топливо, реально добытое на Светогорском месторождении. В свое время в НАК говорили о перспективах запуска на нем от 30 до 60 скважин, которая будет сопровождаться проведением как минимум двух сотен гидроразрывов почвы. Надо ли уточнять, что подобные перспективы, очень мягко говоря, не вызывают ни малейшего энтузиазма у жителей региона, в котором планируется развернуть добычу, а также и у экологов. Над Донбассом занесен трезуб. Сегодня в Нафтогазе пытаются утверждать, что речь ни в коем случае не идет о добыче сланцевого газа. Что вы, что вы, это же совершенно другое дело. Получать планируется голубое топливо, которое залегает в плотных породах песчаников. Скорее всего, в данном случае имеет место быть либо откровенное и наглое вранье, либо попытка спрятать за обтекаемыми формулировками весьма неприглядную истину. Ну, примерно, как когда мы называем украинских нацистов правыми радикалами. Звучит вроде более прилично, только сущность не меняется. В любом случае, как на самом славянском месторождении, так и на абсолютно подавляющем большинстве территории юзовской площадки, углеводороды могут извлекаться исключительно с применением технологии гидроразрыва. Или, если угодно, не совсем в курсе или подзабыл, что это вкратце напомню, данный способ добычи в большинстве нормальных стран считается варварским. Фрекинг полностью запрещен в Германии, Франции, Швейцарии, Чехии и даже в Болгарии с Румынией. Да, в США он применяется в очень серьезных масштабах, однако исключительно в тех местностях, где нет большого количества жителей и которые, по сути, и так представляют собой пустыни. Причина проста, технология гидроразрыва представляет опасность как для проживающих рядом с местами ее применения людей, так и для окружающей среды, которой она наносит просто колоссальный ущерб. Фрекинговое бурение чревато землетрясениями, провалами в почве, разрушением строений и дорог. Однако гораздо страшнее вред, который наносят природе химические вещества, закачиваемые при нем в скважины, которые впоследствии уничтожают так называемую почвенную подошву, поражая корневую систему растений и превращая плодородную землю в бесплодную и выжженную. Следует отметить, что применять гидроразрыв для добычи газа на славянском варвары из нафтогаза собираются как раз там, где никакую добычу полезных ископаемых нельзя вести в принципе, вдоль северского Донца, являющегося главной, а по сути, единственной серьезной водной артерией Донбасса. Скорее всего, в зону будущего экологического бедствия рискуют угодить заповедные места вроде Красного Лимана с его лесами и Курортного Святогорска с его национальным природным парком Святые Горы. При этом под ударом окажутся не только санатории и турбазы, но и Святогорский Успенский монастырь, одна из старейших святынь русского православия. Есть еще один аспект, подавляющее большинство тех мест, где планируется добыча газа, находятся в самой непосредственной близости от линии соприкосновения ВСУ и защитников республик Донбасса. Фактически, на границе ДНР, ЛНР и их территорий, сейчас контролируемых Киевом. При этом следует отметить, что в Донецкой и Луганской республиках категорический запрет на добычу полезных ископаемых путем гидроразрыва пласта был установлен практически сразу же после провозглашения ими независимости. Еще один повод для обострения военной ситуации. Несомненно. Тем более, что любую техногенную аварию на буровых или газопроводах представители Нафтогаза с огромным удовольствием спишут на обстрелы сепаратистов или их диверсии. А то еще и сами что-нибудь эдакое устроят, чтобы дать повод для ответных действий ВСУ. Проблема заключается в том, что Киев на сей раз вряд ли отступится от своих планов, к их исполнению постмайданную власть подталкивают как американские хозяева, так и собственный план с пафосным названием «Трезуб». Собственно говоря, «Трезуб» — это целая стратегия по развитию газодобычи на Украине, реализация которой, конечно же, должна будет принести Киеву энергетическую независимость от ненавистных российских углеводородов. Как и любые подобные прожекты, «Трезуб» за версту отдает откровенной маниловщиной и вызывает огромные сомнения в собственной выполнимости. В принципе, он включает в себя три главных направления — добычу ресурсов, имеющих глубокое залегание, разработку сланцевых залежей и освоение Черноморского шельфа. Ну, в Черное море Нафтогаз, понятно, никто не пустит. Некую сверхглубокую скважину, вроде бы, бурит на Шебелинском месторождении. Однако, главные надежды относительно хотя бы частичного воплощения в жизнь «Трезуба», судя по всему, возлагаются на разработку юзовской платформы. При этом, по оценкам экономических экспертов, с точки зрения рентабельности данный проект более чем сомнителен. По предварительным подсчетам, тысяча кубометров голубого топлива, полученного на нем будет стоить порядка 200 долларов. Обычная же себестоимость украинского газа – 50, максимум 80 долларов за тысячу кубов. Более того, чтобы разогнать тамошнюю добычу до цифры в 15 миллиардов кубометров газа, а примерно столько составляют потребности Украины, необходимы миллиардные инвестиции. Понятно, не в гривнаях. У самой незалежной таких денег не имеется. А что до иностранных инвесторов, то вся приведенная высшая история юзовской платформы, показывает предельно малую вероятность их привлечения к данному проекту. Впрочем, тут, как говорится, возможны варианты. По некоторым заслуживающим доверия данным, повышенный интерес к этому месторождению в свое время проявляла пресловутая Борисма Холдингс, который имеет самое непосредственное отношение Хантер Байден. Да-да, именно родной сыночек, а не однофамилец. Как известно, американцы очень любят совмещать продвижение своих геополитических интересов с удовлетворением собственных шкурных аппетитов. Если предположить, что в США рассматривают разработку юзовской платформы, как прекрасный способ обострить ситуацию на Донбассе, одновременно набив карманы, то у зловещего трезуба, увы, могут оказаться вполне реальные шансы на жизнь.